Здравствуйте! В эфире Банкир ТВ. Сегодня в программе. Итоги года на финансовом рынке России неоднозначны. Темпы роста банковской системы будут замедляться. Прогноз валютного рынка на предстоящую неделю. Российская экономика сейчас растет с оптимальной скоростью. Частные банки сошлись в конкурентной борьбе с госбанками. А теперь подробнее об этих и других темах. Об итогах года на российском рынке акций пишет в своей колонке, опубликованной в клубе экспертов Банкир Турничка.ру, ведущий аналитик финансовой группы Калита Финанс Алексей Вязовский. Согласно его оценке, результаты неоднозначны. Наши фондовые биржи по индексу МВБ за год прибавили всего 5%, напоминает эксперт. С учетом инфляции результат почти нулевой. А если доходность наших акций сравнить хотя бы со средней ставкой по годовым депозитам в отечественных банках, около 10% в рублях, то и вовсе отрицательны. Конец цитаты. Полностью колонку Алексея Вязовского. Читайте в клубе экспертов на портале банкир.ру. Банковская система подпитывается деньгами ЦБ и Минфина. Об этом в интервью банкир.ру говорит вице-президент Газпромбанка Екатерина Трофимова. В частности, она отмечает следующее. Не может не вызывать беспокойства то, что до половины новых ресурсов банковская система привлекает от Банка России и Министерства финансов. С учетом ожидаемой в следующем году сдерживающей денежно-кредитной политики, темпы роста банковской системы будут приближаться к темпам роста экономики, то есть замедляться. Со стороны банков это может потребовать перемен в качестве управления активами, а также в переходе от экскенсивного к интенсивному пути развития. Конец цитаты. Последняя неделя ушедшего 2012 года порадовала нас большим количеством событий и высокой волатильностью. И хотя торговля была прервана на новогодние праздники, трейдеры имели немало возможностей для получения существенной прибыли. Во вторник рынке открылись позитивно для евро, как и для всех союзников против доллара США. Зафиксировав максимум на отметке 1.3299 и не сумев преодолеть важный психологический уровень 1.33, единая валюта развернулась на снижение. Опубликованная информация о долгожданном решении проблемы фискального обрыва после первоначального взлета стала сигналом к действию для участников рынка по принципу «продавай на фактах». К тому же неоднозначная экономическая статистика по еврозоне и более детальное изучение принятого в США изменения налогообложения не способствовало увеличению тяги к рискам. В итоге евро, пройдя на снижение 302 пункта, зафиксировал недельный минимум на отметке 1.2997. Исходя из технических и фундаментальных показателей по данной паре, предполагаем первоначальное продолжение коррекции в направлении целевых уровней 1.3116 и 1.3153, после чего пара продолжит свое нисходящее движение к уровню 1.3000. И в случае пробоя и закрепления ниже него падение продлится в направлении 1.2917, 1.2880, 1.2820 и 1.2711. Не оставляем без внимания пресс-конференцию ЕЦБ, которая состоится в четверг 10 января. Если Центральный банк еврозоны объявит о изменении монетарной политики или о других кардинальных мерах, динамика пары может существенным образом измениться. Стабильные темпы роста экономики в пределах 3-4% в год – это то, что нужно для России. Такую точку зрения в интервью банкир.ру высказал президент Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов. По его мнению, если подобный показатель сохранится в течение ближайших 10 лет, то это все равно будет существенный прирост. Такой рост, считает эксперт, позволяет тоньше и точнее управлять экономикой в масштабах страны и противостоять возможным рискам и угрозам, связанным с перегревом в отдельных секторах. К примеру, очень правильно сегодня поступает регулятор, обращая внимание на бурный рост потребительского кредитования, который наблюдается в нашей стране. На фоне того, что занятость остается на прежнем уровне, рост доходов населения не увеличивается, объем сбережений сокращается, возросший уровень потребительского кредитования вызывает совершенно обоснованные опасения. Полностью интервью с Алексеем Мамонтовым читайте на порталах банкир.ру и по кредит.ру 123кредит.ру Основная конкурентная борьба сейчас идет между частными и государственными банками. Об этом в интервью банкир.ру заявил президент Уральского банка реконструкции и развития Антон Соловьев. Это основополагающий на рынке тренд, отметил банкир. Причем борьба происходит не только за клиента, кадры, но и на уровне технологий. Разумеется, у государственных структур достаточно льготных условий, в том числе доступ к более дешевым ресурсам. Но и у частных банков есть свои сильные стороны. Например, мы гораздо мобильнее, нам требуется гораздо меньше времени на принятие решений, а это для клиента очень важно. Полностью интервью с Антоном Соловьевым читайте на порталах банкир.ру и по кредит.ру 123кредит.ру 23 января состоится совместная онлайн-конференция агентства банкир.ру и Ассоциации региональных банков России при участии журнала «Банковское обозрение» и портала «Татцентр.ру». Онлайн-конференция будет посвящена банковским депозитам. В ней примут участие президент Ассоциации региональных банков России депутат Госдумы Анатолий Аксаков, генеральный директор национального рейтингового агентства Виктор Четверяков, начальник управления депозитов и комиссионных продуктов Татфонд Банка Лариса Серова, директор журнала «Банковское обозрение» Дмитрий Равкин и другие. Задать свои вопросы участникам онлайн-конференции «Банковские депозиты. Плюсы и минусы вложений» вы можете на портале банкир.ру. Подробнее об этих и других темах финансового рынка читайте на сайтах банкир.ру, 123кредит.ру, осрос.ру и по кредит.ру. Сюжеты Банкир ТВ вы можете увидеть также на сайтах береги.ру, 123сервис.ру, финарти.ру, на сайтах Ассоциации региональных банков России, Национальной ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов, компаний «Кредитный финансовый консультант» и других. А мы прощаемся с вами и желаем успешной финансовой недели! Продолжение следует...